Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке и о кино. Сегодня речь пойдет о невероятно смешной книге Артура Геворгизова. Вы, возможно, уже знакомы с этими рассказами, но записки выдающегося двоечника – это книга на все времена. И не потому, что школа, как явление, по-прежнему приносит нам столько же радости и печали, сколько она приносила всегда, а потому, что дети-то не изменились. И именно о сути детского юмора, сути вот этих вот невероятно смешных коротких рассказиков сегодня пойдет речь. Итак, это записки, где история разграфлена, разделена на некие записи по датам, где происходит каждое событие. Вот 20 сентября – после уроков, или 25 сентября – в трамвае. С одной стороны, это как бы дневник, а с другой стороны, это пристальные заметки стороннего наблюдателя, того, кто может все это посмотреть, записать и уморительно нам потом рассказать. В этом жанре Геворгизову просто нет равных. Это потрясающе смешные вещи, которые, тем не менее, очень сложно пересказать. Для того, чтобы вы почувствовали вкус некоторых страниц этой книги, я вам прочту крохотный отрывок. Называется «Педсовет». 17 сентября на Педсовете. Однажды учителя пригласили выдающегося двоечника, трижды ученика 4 класса Б. Гаврилова Сережи выступить на Педсовете с докладом, «Почему дети не хотят учиться и не делают уроки». «В Поднебесной нет ничего, что можно было бы сравнить с пользой от недеяния». «В этом закон Небесного дал», – начал Сережа. «Когда будет уничтожена ученость, тогда не будет и печали», – сказал Сережа и глубоко вздохнул. «А физика?» – закричала с места учительницы по физике. «Без физики ты бы, Гаврилов, даже не знал, что Земля круглая». «Какая же она круглая?» – удивился Сережа. «Как какая?» – не выдержала учительница по географии и вынула из сумочки чугунный глобус, который всегда носила с собой как средство самозащиты. «Вот как глобус». «Ну хорошо», – усмехнулся Сережа и показал пальцем на океан. «А почему тогда вода не выливается?» «Земля ее притягивает, как магнит», – снова вскочила раскрасневшаяся от волнения учительница по физике. «Магнит не притягивает воду», – сказал Сережа и устало прикрыл глаза. «Я это знал еще в детском саду». «Что же, по-вашему, Сергей Сергеевич?» – вежливо обратился к Сереже, директор школы. «Ученые ошиблись, и все жертвы были напрасны». «Эрара хуманум эст» – ошибаться человеческое свойство. «Цицерон», – сказал Сережа и развел руками. «Я вас понимаю, и, поверьте, мне очень жаль». «Как?» – переспросил учитель по истории. «Повторите еще. Я не успел записать. Эрара хуманум кто?» – «Эст», – сказал Сережа. В общем, вы уже поняли, да? В этой книге вас ожидают самые невероятные ситуации, невероятные вопросы и невероятные ответы. И вот о вопросах и ответах. В чем же суть вот этого вот прекрасного юмора, с которым всегда описываются в таких коротких историях дети и то, что с ними происходит? Мне кажется, есть три свойства, три признака, которые можно выделить. Может быть, их больше, может быть, их меньше, как вам будет угодно. Три просто очень удачное число в данном случае. Во-первых, это прямолинейность детей в их диалогах и поведении. Не путай с непосредственностью. Непосредственность – это когда ты на стол выкладываешь из тарелки макароны, котлеты, а потом ешь со стола. И все умиляются, потому что тебе три годика. Вот это вот непосредственность. А прямолинейность – это совсем другое. Это когда ты со всей непосредственностью отбрасываешь все то, чем взрослые окружают и мотивируют свои многочисленные, очень сложные поступки, свое сложное поведение. Потому что, в принципе, тебе и отбрасывать нечего. Ты не знаешь, чем руководствуется тот или иной взрослый, когда делает какие-то странные, на твой взгляд, вещи. Например, собирая чемодан, едет в командировку, вместо того, чтобы идти на пляж, загорать и купаться. Это очень сложно для ребенка. И поэтому он со всей прямолинейностью делает вывод, что, наверное, в командировке есть тоже пляж и, в общем, прекрасное времяпровождение. В общем, не всегда ошибается, что называется. Второй признак – это, конечно, потрясающее умение ответить быстро и в такт, в тему. Вот в яблочко. Умение неожиданного и меткого ответа – это, по-моему, свойство вообще маленького детского человека, в принципе, потому что никто из взрослых не умеет так отвечать. Ну, может быть, бывалые юмористы могут использовать какие-то заготовки, но то, что тебе говорит ребенок, то, что записано в бесчисленных историях, типа от трех до пяти, да, у Чайковского, да, вот типа вот этих вот историй о маленьких детях, лингвистической, с лингвистическим содержанием, вот эти неожиданные меткие ответы, бесчисленные, это бесчисленное словотворчество, это потрясающе здорово, и меткими ответами книга Герогенова просто полна. Там вот иногда ситуация доводится до абсурда, и об этом, значит, впереди речь, но, тем не менее, это зафиксировано реальное свойство детской речи. Когда мы прислушиваемся к этим разговорам, мы можем удивиться не то, как ребенок взрослым отвечает, как они между собой разговаривают, как каждый ребенок умеет метко сказать одним словом, показать, кто есть кто и что происходит. Вот это вот умение меткого ответа, это, знаете, имеет отношение к лестничному юмору. Лестничный юмор – это чье-то определение, или коридорное, я уж не помню, чье-то определение кого-то из великих, кто таким образом описал интересное явление. Это человек, который всегда запоздал и соображает, а что бы он мог метко ответить, вот хлестко, метко, по делу, да, только когда уже он на лестнице или в коридоре, разговор закончен, он уже ушел, там, значит, не обязательно разговор может быть неприятным, да, он может быть и приятным, да, но в любом случае, тут-то его и осенило, что надо было сказать, вот этот вот лестничный или коридорный юмор. Вот у ребенка такого не бывает, он всегда успевает сказать метко прямо сейчас, на педсовете, на уроке, учителю, значит, в диалоге набегу там в школу или в школу, вот прямо здесь и сейчас, и это здорово. И третья вещь, которая восхищает, это легкая доля абсурда, потому что мир, который мы видим вокруг, он абсолютно определен, он размножен по полочкам до последней степени. На всем написаны и навешаны ярмычки, и мы все уже знаем с твердой, окончательной последовательностью, что происходит, а ребенок нет. И когда ты читаешь рассказы Геврогизова, у тебя постоянно такое щекочущее чувство неожиданности, потому что легкая доля абсурдинки, она специально автором находится, метко подмечается, иногда вот так вот плакатно выразительно дается, значит, с намерением пошутить, что называется, да, вот такой рассказ. И это здорово, это читается как отдельное совершенно литературное произведение. А когда это записано в виде диалоги, когда записывается поведение ребенка, совершенно потрясающе, потому что легкий абсурд, он в мире присутствует, как давление атмосферы, как температура окружающего воздуха, мы просто его не замечаем взрослые. А Геврогизов замечает, и поэтому его рассказы о школе так выбиваются из ряда прекрасных, мировоучительных, и тоже смешных, конечно, местами, сочинений, которыми богата и полна советская литература, значит, со школьными повестями и рассказами. Вот. А здесь, конечно, чувствуется какой-то оттенок недозволенности, оттенок какого-то вольнодумства. И это вольнодумство очень здорово проявляется. Ну и напоследок я хочу сказать об иллюстрациях, потому что у нас издание, у меня в руках, с иллюстрациями Веры Каратаевой, и честно вам скажу, вот эти вот потрясающие, лаконичные, очень выразительные, очень такие крупными пятнами рисунки, они местами просто мои метуличи напоминают. Это отличные, совершенные иллюстрации в тему, только главные, потому что иногда рассказ занимает буквально 3-4 абзаца, да, вот меньше странички, да, и ухватить главные, как-то проиллюстрировать, показать вот этого вот героя потрясающего, Сережу или еще кого-то, да, значит, и показать, что происходит в коротком, метком, наброске маленьком, очень сложно. Верик Каратаевой дается это на 100%. Вот максимальное соответствие работы художника, да, содержанию книги. Вот какой можно дать комплимент этим иллюстрациям. Конечно, они безумно смешные, если вы будете рассматривать персонажей, вы многих, я думаю, узнаете из собственных школьных воспоминаний. Итак, записки выдающегося двоечника Артур Геворгизов, короткие рассказы, невероятно смешные о школе, издательство «Время», читайте, наслаждайтесь, книга будет интересна и самим героям, значит, не обязательно учащимся четвертого класса, а не знаю, там, с первого по десятый, да, и взрослым, потому что каждый найдет здесь что-то свое. Я вот вам зачитал короткий педсовет, а вам, наверное, полюбится что-то иное, потому что разнообразное очень содержание приключений, Сережа, можете найти любое. Спасибо за внимание, читайте, наслаждайтесь, Артур Геворгизов. Продолжение следует...